Вечером в пятницу российский Минюст обновил список иноагентов, включив в этот перечень несколько человек, в том числе рэпера Нойс МС. После начала спецоперации на Украине он покинул Россию. В недавних интервью артист говорил, что хочет поддерживать гражданское общество на родине. Минюст РФ в пятницу, 18 ноября, внес в реестр физлициноагентов журналистку Ирину Шихман, политика Михаила Светова и рэпера Нойс МС. Настоящее имя – Иван Алексеев. Документ опубликован на сайте ведомства. В список также попали блогеры Руслан Карпук и Вячеслав Мальцев, правозащитница Олимпиада Усанова и основатель сетевого сообщества Диссернет Андрей Заякин, ранее был внесен расфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В обосновании их включения в реестр указано осуществление политической деятельности, а в сведениях об иностранных источниках – Украина. Еще в декабре 2021 года СК начал проверку творчества Нойс МС на предмет экстремизма. Самого артиста тогда заподозрили в попытках реабилитировать нацизм. О результатах проверки пока не сообщалось. После начала специальной военной операции РФ на Украине Нойс МС покинул Россию. В беседе с журналистом Юрием Дудем рэпер не исключил, что будущего в России для него нет и возвращаться в страну он не станет. Я не мог оставаться в России. Для меня там оставалось только два сценария – сесть в тюрьму за антивоенную деятельность либо помалкивать в тряпочку и пытаться как-то зарабатывать. Но уже не концертами, потому что их проводить не давали. И, видимо, впоследствии все равно – оказаться в тюрьме. Потому что я уже много сказал, сделал и без того. Я уехал, чтобы поддерживать гражданское общество в России, сказал Алексеев. Говоря о проблемах с организацией концертов в российских городах, Нойс МС отметил, что в Екатеринбурге все немножко по-другому устроено.